Или было бы правильнее сказать, что она не усложняется. Вот она именно такая, как мы ее здесь произвели. То есть для респондентов с таким-то профилем вот такая будет вероятность. Вот эти предикторы ведут к увеличению вероятности вступления в профсоюз. Эти предикторы ведут к уменьшению вероятности вступления в профсоюз. Мы можем для респондентов, которые представлены у нас в базе, рассчитать значение вероятностей и, собственно говоря, итогов, вступил или не вступил тот или иной респондент в профсоюз. Для этого мы запросим предсказанные вероятности и группный аббрашид, ну то есть принадлежность к той или иной группе, вступившим или не вступившим в профсоюз. Запускаем. Итак, построены две переменные. Вероятность вступления в профсоюз и, собственно говоря, вступил или не вступил. Отсортирую вероятность, чтобы сверху была самая высокая вероятность. Вот посмотрим на человека, который, или на профиль, скорее, который обладает наибольшей вероятностью вступления в профсоюз. Так, это человек с хорошим здоровьем. Человек, ну, не болеющий. Не чувствует, что он, как бы, лузер. Он считает правильным получать новые знания, ну, не в самую верхнюю степень, но выше среднего степени. Он чувствует уважение со стороны людей, тоже не в самой высокой степени, но выше средней. Он ценит окружение, еще выше, как бы, степень, чем предыдущие. Он говорит, что очень важно, чтобы правительство защищало людей от нищеты. Это мужчина, это мужчина, 48 лет. Размер компании от 10 до 24 человек. Работает в неделю 37 часов. Говорит, что... Ну, в общем, как бы, важно проявлять себя на людях. Важно быть свободным, самому принимать решения. Он живет не в деревне, он живет...